... против варварства, так он сказал. Ну а прямо сейчас мы переносимся в Армению. Из Еревана активистка армянской общины в Израиле Армине Ханян, а также активистка армянской общины в Израиле, находящаяся сейчас в Израиле, Марина Козлинар на связи со студией. Армине, Марина, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый вечер. Ну ваш посыл ясен, спасибо вам за солидарность и поддержку еврейского народа сегодня, который действительно переживает непростые времена. Здесь в Израиле у нас идет война. Марина, пожалуйста, я хочу дать вам слово, вы сейчас в Израиле, как реагирует армянская община в Израиле, вообще сколько человек живет в Израиле из Армении, надо сказать. Вы хотели, я знаю, что я отреагирую на интервью с азербайджанским телеведущим, которое велось у нас на канале несколько дней назад. Пожалуйста, вам слово. В первую очередь спасибо большое, что пригласили нас на интервью. Позвольте выразить свои глубокие соболезнования семьям погибших израильтян от рук террористов, выразить свою поддержку семьям похищенных граждан, пожелать им терпения и настойчивости. К сожалению, армянская община также понесла потери. В 2008 году героически погиб репатриант из Армении Давид Папиан, светлая ему память, а также светлая память всем героям, которые защищали Израиль. В Израиле армянская община насчитывает, по разным данным, от 6 до 10 тысяч человек. Армянский народ не понаслышке знает, что такое исламский фундаментализм. Всего 100 лет назад армяне подверглись одному из жесточайших насилий в современной истории, это геноцид армян со стороны турков, где было измучено, жестоко убито, подвергнуто массовым расстрелам около полутора миллиона армян. Почерк «Хамас ИГИЛ» просматривается также во время резни армян в Сунгаите, в Баку в 90-х годах. Я видела свидетельские показания. Моя бабушка, еврейская бабушка, была адвокатом в защите сумгаитских армян. Армянская община очень обеспокоена также выступлением лидера Турции Эрдугана, который ведет явную протеррористическую политику. Мы очень хотим надеяться, что Израиль пересмотрит свое отношение к Турции, также к Азербайджану, который является прокси-Турции. Мы очень надеемся на мир, очень надеемся, что эти жестокие события, которые происходили с армянским народом, они не произойдут в будущем. Если Вы позволите, Борис, я хотела буквально два слова рассказать о еврейской общине в Армении, еврейской общине в Армении, если у нас есть несколько минут буквально. У нас еще есть минуты три, пожалуйста, слушаем Вас. Не многие знают, но в Армении существует еврейская община, а также синагога Мордыхая Нави в центре Еревана, столице Армении. Ее духовный лидер Равмейр Бурштейн, который собирает вокруг себя еврейскую интеллигенцию в Армении, а также имеется община еврейская, которая издает ежемесячную газету «Маген Давид» на иврите, также на армянском и на русском языках. В одном из центральных парков Еревана установлен мемориал памяти Холокосту и геноциду с надписями как на иврите, так и на армянском языке. На территории Армении находится одно из древнейших еврейских кладбищ, которые датируются XI-XIII веком н.э. Это находится в поселении Вайотцюр. Очень важно отметить, что среди армян были десятки праведников мира, спасшие много евреев, много еврейских семей, подвергавших... Сами армяне подвергали опасности свою жизнь, спасая евреев. Кстати, один из таких праведников мира — это французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнабур, который в 2013 году посетил Израиль, и он получил из рук президента Рувен Ривлина металь за отвагу. Кстати, в Армении это не мононациональное государство, как многие принято думать. Есть целые деревни, которые населены езитами, курдами, русскими, греками, евреями. Так что мы очень надеемся, что будет сотрудничество между Арменией и Израилем, чтобы оцарить мир на нашей земле. Это два древних народа, которые имеют очень сложную историю. Спасибо большое. Очень важные слова вы говорите в адрес Израиля, еврейского государства. Спасибо большое за то, что прояснили нам, может быть, ситуацию с вашей позицией. Я полагаю, что конфликты в Армении сегодня с Ажибаджаном, он тоже, к сожалению, еще не завершился. Надо сказать, Армены, я хочу предоставить вам.